38 лет это, ну, по сути, молодая девушка, красивая, классная, а она же пенсионерка. Как у балерин со здоровьем? Мерить себя меркой каких-то регалий, каких-то таких вещей нет. У меня план создать что-то своё. Это что? Какое-то своё мероприятие, своя компания? В зависимости от того, чем ты жертвуешь. Ты в большом театре видишь сверхуспешных артистов. Ваша задача, чтобы ваш ребёнок был счастлив. Отрастить, блин, очередных моральных инвалидов. Жизнь такая интересная, господи, столько всего. Вот это, знаешь, как я бы хотела жить вечно. Анита Пудикова, артистка балета Большого театра, победитель Forbes 30 до 30. С неё рисовали одних из главных героев в суперизвестной игре Atomic Heart. Брали движение балерин, близняшек с неё. То есть она там принимала большое участие в создании этой игры. И также есть такой сервис Meet for Charity, где люди аукционом платят за встречи с людьми. Я знаю, что там максимум был полтора миллиона. И вот всё, что выше полумиллиона, это огромные деньги для этого сервиса. У неё там покупали встречу за 700 тысяч. То есть она для своего возраста, да и в целом по жизни добилась колоссальных результатов. Не постесняюсь этого, это очень крупные результаты. И мы вот, я записываю это приветствие уже в конце. Мы обсудили, откуда растут ноги, какие принципы по жизни, что она делает, чтобы так было. И было очень глубоко, так как качественная беседа. Я нереально кайфанул. Смотрите, будет супер полезно. И последнее, что скажу ещё в конце, у нас розыгрыш подарка. Это конкурс для трёх человек классные подарки от Аниты. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Это супер важно для продвижения. Я знаю, что вы смотрите YouTube и не подписываясь. Но, пожалуйста, возьмите, прямо сейчас подпишитесь и лайк поставьте. Это супер важно и приятного просмотра. Анита, привет. Привет. Спасибо, что пришла. Спасибо тебе большое, что позвал. Да, и я хочу начать с того, что люди, которые тебя особо не знают, вот что им нужно знать про твоё детство, какие люди, события тебя сформировали? Я всегда на этот вопрос отвечаю достаточно коротко. Меня сформировала британская коммуналка под названием «Британский кинематограф». И как это, сериал «Доктор Кто» и «Стартрек». Я серьёзно. На самом деле для меня это, если до абсурда не доводить, конечно, но для меня это реально очень большая и значимая часть жизни. Я в какой-то момент, видимо, так психологически какая-то пристройка сработала, что ты в культуре, в кино, в книгах, в фильмах, во всём начинаешь искать какие-то ассоциативные ряды и начинаешь себя, соответственно, мы все ассоциируемся с какими-то персонажами. То есть там кто-то больше нравится, кто-то меньше. И в какой-то момент я наткнулась на сериал «Доктор Кто» и трындец. И всё. Поэтому, да, это «Одиннадцатый доктор в юбке» — это вот нечто среднее между определением меня и тем, что я есть. И вот как-то так. Неожиданно. Я думаю, что сейчас будет история про то, что, я знаю, сколько я знаю, по маминой линии у тебя семья балерин. Да, у меня мама артистка балета, бабушка тоже очень хотела, но, к сожалению, не сложилась. Поэтому мама — балерина, дедушка — архитектор, папа — бизнесмен, ну, как-то так. Понял. А вот тебе во сколько лет туда дали? В 10 лет ты поступаешь в балетную академию. Думаю, раньше. Нет, в 10 лет. В 10 лет — это первый класс. Пятый класс — общая образовательная школа, получается. Понял. Вот. И, собственно, как-то так оно и всё и сложилось. Хорошо. Мы, когда готовились к интервью с командой, смотрели твоё, там, шестилетней давности интервью, где ты говорила, что ты сначала это всё не любила, а потом, соответственно, ко второму курсу университета втянулась и поняла, что хочешь этим заниматься. Сейчас у тебя к этому какое отношение? То есть ты всё ещё видишь в этом своё будущее? Я скажу так. Всё очень сильно в любой сфере деятельности, которой ты занимаешься, всё очень сильно зависит от того, с кем ты это делаешь, для чего ты это делаешь и какая у тебя вообще, в принципе, глобальная цель. Поэтому, да, меня история с балетом сформировала как личность в любом случае. То есть это невозможно отменить. Я очень сильно благодарна этой профессии, тому, что в какой-то момент жизни она появилась в моей жизни, и то, что всё сложилось именно так, потому что, ну, если сложить по-другому, я была бы другим человеком. Моё отношение к этому сейчас, оно формируется за счёт того, с какими людьми я работаю. И в целом очень сильно поменялось видение со временем. Ну, это как известный факт из психологии, что каждые семь лет мы меняемся. Ну, то есть ты не фикус на подоконнике, ты растёшь, развиваешься, у тебя меняются жизненные приоритеты, и в зависимости от возраста, от состояния здоровья, от множества разных вещей. Ну и, соответственно, в какой-то момент ты на всё на это смотришь и начинаешь задавать себе вопросы. А то ли это, чего я хочу? А правильно ли то, что я делаю? А зачем я это делаю? Что... О чём это для меня, как говорится? Вот. Поэтому сейчас у меня потрясающий педагог. Это вот то, например, о чём я всегда... В силу множества разных нюансов, о чём я всегда мечтала. В академии не сложилось с такой историей. То есть обычно происходит, как ты приходишь. Там первые педагоги, это очень важно. Они вводят тебя в профессию, они объясняют тебе азы, они прививают искру в глазах, любовь к делу, закладывают в тебя основы. Не сложилось, не случилось у меня там такой синергии с теми людьми, с которыми были на моём пути. Но сейчас, со временем, к большому-большому счастью, я работаю с человеком, который... Мне нравится, что мы полностью совпадаем по майнсету, по видению того, как ты должен выглядеть на сцене, что ты должен делать. У меня к педагогу безграничное доверие. А ты можешь сказать, кто это? У него фамилия наставника. Карен Юрьевич Анисян. Это педагог Большого театра. И, собственно, мой педагог. Он раньше был солистом Мариинского театра. И так сложилась судьба, что сейчас он работает в Большом. Друзья, всем привет. Хочу рассказать, чем я занимаюсь и кому могу быть полезен. Меня зовут Алексей Голубев, я рилс и ютуб-продюсер. Масштабирую экспертов и предпринимателей через контент и трафик в рилс, ютуб, ютуб-шортс. Есть десятки кейсов, где мы быстро набирали миллионы и просмотры клиентам. За месяц приходило по 30-50 тысяч подписчиков, а отдел продаж захлёбывался в заявках. Причём, продавали мы не абы что за копейки, а обучение с чеком в 300-500 тысяч. И с моих рилс даже квартиры покупали уже много раз за десятки миллионов рублей. В моей инсте есть актуальные результаты. Там всё подробно расписано. А также есть рилс с разбором кейсов на 65 тысяч подписчиков. Так что, кому актуальна тема продвижения через рилс, ютуб, ютуб-шортс, подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Там показываю и рассказываю много полезного и интересного. И для людей, которые не понимают, что такое профессиональный балет, это примерно какая нагрузка, когда ты развиваешься от 10 до 20 лет, и какая сейчас? То есть как много у тебя часов тренировок в неделю? Нагрузка в любом случае колоссальная. Если мы берём обучение в училище, то, конечно, это нагрузки, которые для... Ну, как любой профессиональный спорт, например, это то же самое. Особенно, если ты хочешь достичь в нём каких-то вершин. И особенно, если есть дети, которые прям искренне этим горят и прям понимают то, что вот это дело всей их жизни. И, кстати, зачастую такие люди, что в своей профессии, что в любых других, я такими людьми искренне восхищаюсь, потому что у этих людей есть цель. И зачастую это люди, которые доживают до глубоких преклонных лет, которые до самого последнего момента, они этим живут. Это их воздух, это их кислород, это их топливо. И это фантастически круто. Это такое, знаешь, когда ты нашёл дау жизни. Нагрузка колоссальная. Она, разумеется, начинается с момента обучения в академии. Некоторые занимаются ещё до... Вот я, например, занималась до Академии художественной гимнастикой. Не зашло, скажем так, не зашло. По одной простой причине начинала тренироваться, мне все нравилось, всё было классно. Мне случился аппендицит. После этого, когда я вернулась к тренировкам, меня, господа тренеры, начали тянуть. Так же, как все те девочки, которые всё это время занимались. Ну и, соответственно, ты маленькому ребёнку ты не объяснишь, что что-то не так. Так, ну всё. Ну, было принято решение, что меня из гимнастики забрать. И, соответственно... То есть, отстала банально. Ну, и от... Конечно, да. И отстала, и ты, разумеется, не понимаешь, что происходит, почему у всех, получается, у меня нет. Но, если честно, я даже, наверное, тоже так психика подстроилась, я очень плохо помню тот период именно вот так детально. Хотя достаточно хорошо, вроде как помню, своё детство, но, в общем, сложилось как-то так. И потом, соответственно, было поступление в Московскую государственную академию хореографии при Большом театре. Я пошла в первый класс, и началось обучение, собственно. Поняла. Вот. Как оно строится, это комплексная история. То есть, у тебя есть общеобразовательные предметы и, соответственно, предметы профильные. То есть, это классика, классический танец, урок классического танца. Это народно-характерный танец, дуэтный танец, гимнастика, практика. Практика — это когда ты исполняешь... Детки зачастую их занимают в театре в разных номерах. Есть балеты, в которых детки исполняют партии, маленькие. Ну и, собственно, идёт процесс обучения. Потом ты уже после выпуска тебя приглашают в театр. Понял. Так, хорошо. И сейчас у тебя... Ты ответила на вопрос, сколько часов? Да, сколько часов. У меня, конечно, относительно того, как пашут как черти просто мои коллеги, у меня гораздо меньше, конечно, часов по нагрузке. У меня... Почему? Я практически не стою в кардебалете, и у меня в основном народно-характерный репертуар. Это характерные танцы, это испанские танцы, это всё, что окрашено именно вот колористикой этнической, скажем так. Вот. И зачастую эти танцы сольные. И, соответственно, когда ты танцуешь соло, очень часто бывает так, что девушки, которые танцуют, допустим, сольные какие-то танцы, ты можешь быть артистом кардебалета, но исполняешь соло. Тебе руководство доверяет эту партию, ты её готовишь со своим педагогом и выходишь. И ты не можешь параллельно, допустим, стоять одновременно там в массе кардебалета, которые танцуют вокруг, и одновременно исполнить сольную партию. Поэтому как-то так это распределяется. Вот. Но тоже вот есть огромный нюанс относительно того, как люди у нас себя ощущают в своей профессии. То есть у кого-то есть мечта, я хочу быть прямой балериной. Прекрасно, замечательно. Есть такие. И простыми словами, что значит прима-балерина, кроме того, что звучит очень круто? Это самый высший ранг, до которого ты можешь дорасти именно по уровню статуса в театре. Это официальный статус, конечно. Официальный статус — это статус, в котором ты ведёшь балеты, когда ты играешь центральную партию, танцуешь и исполняешь. Соответственно, ты уже не танцуешь в кардебалете, разумеется. В массовых танцах ты тоже не участвуешь, но и ты ведёшь балеты. И то же самое у мальчиков премьеры. Артисты балета, у них тоже есть своя градация у мужчин. Такая же, как у женщин. Гардебалет, солисты, первые солисты, ведущие солисты, примы-премьеры. Понятно. Вот. И у кого-то есть мечта дорасти до примы, а у кого-то, наоборот, нет. Я знаю множество примеров девушек, которые целенаправленно говорили, я не хочу, вот я на своём месте. И, если честно, это очень важно, найти именно себя во всей вот в этой сфере, чтобы ты был на своём месте. Ты в Большом театре видишь сверхуспешных артистов балет, когда там танцуешь, и так сказать, с обычными результатами в разном возрасте. По-твоему, сверхрезультаты — это больше талант или упорство? Это в совокупности всё. Это всё вместе. Это такая синергия всех процессов, которые вокруг себя человек саккумулировал, и он стал тем, кем он стал. А ты видела примеры пахарей, которые вообще были объединены без таланта, но они настолько много, как говорится, в джобовали, что доросли до суперрезультатов, или без таланта никак? Ну вот я говорю такое... Мне очень трудно судить о таких вещах. У меня немножко своя колокольня в этом плане. Я искренне считаю, что да, в любой сфере деятельности, если ты искренне чего-то хочешь... Ну вот, допустим, я хочу быть маленькой блондинкой, сисястой, метр пятьдесят, с голубыми глазами. Я ей не буду. Но я очень хочу ей быть. Ну я ей не буду никогда. Это история про то, что ты себя должен в первую очередь принять таким, какой ты есть. Есть объективные... У нас, конечно, искусство отличается от спорта. Всё-таки искусство — это вещь субъективная. Спорт — это вещь объективная. Сделал сальто — молодец. Всё очень субъективно, но ты должен очень здраво себя оценивать. И если ты понимаешь то, что твои данные, твои способности, они не соответствуют тому гамбургскому счёту, который планку эту задрали уже великие люди, которые были на этой сцене, и ты ей не соответствуешь, значит, надо, скорее всего, спокойно принять этот факт. Либо есть альтернативные варианты. Есть другие театры. Есть театры не первого значения, не первого эшелона. Есть театры, в которых ты можешь найти своё место и быть замечательной прим-балериной там, если уж сильно хочется. То есть вопрос, тебе важен ранг или тебе важно именно качество того, что ты делаешь? Вот для меня всегда было очень важно именно качество того, что я делаю. То есть быть на своём месте и соответствовать определённому представлению о себе в первую очередь. То есть я не хочу выходить и чувствовать неловкость и стыд за то, что я делаю, потому что я понимаю, что это не соответствует какому-то знаку качества. Вот, и как-то так. Понял. Мы когда с тобой первый раз познакомились, ты рассказывала, что несмотря на большую карьеру в балете, в большом театре, сейчас ещё развиваешься в предпринимательстве, и ты организатор очень крупных мероприятий, по-моему, ты это называешь режиссёр мероприятий. Вот как ты не побоялась вообще? К чему ты руководствовалась, когда после того, как ты развиваешься всю жизнь в одном призывании, ты уходишь в другое? Вот какие у тебя мысли насчёт этого? Ну, бояться никогда не нужно. Страх, он есть всегда, только есть один большой нюанс. Надо сделать так, чтобы этот страх не управлял тобой и не принимал за тебя решения. Страшно всем. Мы фундаментально, когнитивно все абсолютно одинаковы. И никто ничего нового не придумал. Нашему мозгу для него всё, что понятное, привычное, даже если для тебя оно деструктивное, даже если для тебя оно убийственное, и ты себя разрушаешь, это для него безопасная зона. И нужно прикладывать действительно, вот к чему нужно прикладывать много усилий, к чему я себя в какой-то момент начала приучать. это не про перебарывать себя, это про разрешить происходить тем вещам, которые позволят сделать тебя счастливым. Разрешить это себе. А как ты выбираешь? Ты не считаешь, что ты занимаешься двумя вещами, где крупных результатов достигается только в фокусе, и нигде не успеешь? Человеческий ресурс бесконечный. Я искренне считаю, что если ты чего-то очень сильно хочешь, это как, знаете, моя любимая фраза, что самое лучшее ты можешь сделать для человека, у которого есть цель. Им просто не мешать. Хочешь помочь — помоги. Хочешь как-то посодействовать — подойди, посодействуй. Хочешь стоять, что-то там вещать непонятное — отойди, не мешай. Вот если у тебя есть цель, если у тебя есть желание, если ты чем-то горишь, если ты какая-то ухакамада, да, у жизни ты нашёл, ну, тебя за уши не оттащишь, ты будешь разрываться, но ты будешь это делать в любом случае. Поэтому, ну и плюс ко всему, это даёт огромный буфер именно в плане наполнения себя, в плане жизни такая интересная, господи, столько всего. Ты знаешь, как я бы хотела жить вечно, честно. Вот, ну, вокруг тебя огромный мир. Да ты за всю жизнь все страны не объездишь, которые есть на этом шарике прекрасном. И циклиться на чём-то одном — это нормально, нормально перерастать свои прошлые выборы, нормально делать новые выборы. Ну, всё, у тебя здесь лошадь сдохла, ну, слезь. Это касается всего работы, дела, которые ты себе выбрал, хобби, отношений, друзей, всего. It's ok, как бы не надо этого бояться. Не надо бояться быть для кого-то плохим, потому что тебе чего-то хочется, и ты куда-то стремишься. А многие люди именно в это и упираются, собственно, когда ты такой, ой, ай, я вот тут это прижмусь, нет, не прижимайся, иди туда, куда ты шёл, делай то, что ты хочешь. А как ты всё это успеваешь? Ты даже нашла время на подкаст, хотя просто зная твой список проектов и регалий, там половину оставить — это уже капец расписанию. Ну, я понимаю. Со стороны по опыту. Как у тебя правило всё это успевать? Есть ли режим? Режим есть. Я его стараюсь, конечно, соблюдать, потому что в какой-то момент я когда поняла, что либо меня от моих собственных хотелок и желаний разорвёт нахрен как хомячка, либо я начну всё это дело реализовывать, как бы решила не... Решила, что мне будет хуже, если я это не начну делать, чем если я это делать начну. В любом случае всегда надо попробовать. Я попробовала, поняла, что пахать на мне можно, что отчасти спасибо как раз-таки профессии, которая выработала такой, наверное, ресурс, просто понимание собственного ресурса, что я понимаю, когда мне надо остановиться, и когда у меня уже здоровье начинает сдавать. И вот я как-то выделила для себя основные критерии, по которым я понимаю, что вот там мне нужен отдых, допустим. Элементарно здоровье, чтобы у меня фокус внимания не терялся. То есть когда я понимаю, что я уже всё плыву, я такая, так, стоп, ребята, всё, гори всё синим пламенем, я пойду прилягу. Поэтому как всё успевать? Ну, опять же, если ты что-то очень сильно хочешь, ты это успеешь в любом случае. Это, знаете, как... Вопрос приоритетов. Вопрос приоритетов, да, потому что... Ну, это история про... Можно сравнить, наверное, с историей с отношениями, когда ты... У меня не было времени, я занят, все дела. Вот возьми сейчас телефон, аудиосообщение маме, запиши, мамой, привет, я тебя люблю. Сколько ты на это времени потратил? Три секунды ты на это времени потратил? Вопрос твоего желания. На чём ты и фокусируешься, то ты и делаешь. Вот и всё. А ещё какие-то правила тайм-менеджмента от Аниты, может быть, кроме режима? В общем, какой у тебя режим? Как спишь? Хреново. Ладно, нет, шучу. Стараюсь следить за этим, стараюсь пораньше отключать все гаджеты перед сном. Это всё равно очень хорошо работает. Голубой свет экрана, который тебя так или иначе вымораживает, если ты залипнешь. Это же тоже жвачка для мозгов, ты начинаешь в этом залипать, быстрый дофаминчик. Да, да, да. Вот как мне, я рилсами, ютубом занимаюсь, ты заходишь, тебе нужно там раз-три часа что-то проверить, клиента посмотреть, там какую-то там идею вдохновиться ты хотел себе записать. Но спустя полчаса ты такой, о, десятый котик. Да, да, да. Это вот я тебя очень хорошо понимаю, потому что я тоже, когда начала историей с ивентами заниматься, тоже хочется делать круто, хочется делать качественно, и для этого, соответственно, важна насмотренность. И ты хочешь видеть то, что происходит там в этой индустрии, ты хочешь понимать, какие технологии уже к этому там привязываются новые. Разумеется, это всё, но ты смотришь контент постоянно. Вот, но надо держать вот этот, я, правда, этому только-только учусь, вот этот work-life balance. Да, да. А вот как раз про организацию мероприятий. Можешь поподробнее рассказать, какая у тебя там зона ответственности, что ты делаешь, как работает модель бизнеса? Ну, как работает конкретно модель бизнеса, я пока тебе не расскажу, возможно, лет через, там, пять мы с тобой встретимся, и я тебе... На пальцах зрители на чём там зарабатывают. Да, да, да. Я занимаюсь режиссурой именно мероприятий, как режиссёр-постановщик. То есть вот последний крупный проект, который я делала в качестве режиссёра-постановщика, это проект «Гимнастрада», это фестиваль, который проходил в Лужниках. У нас было две с половиной тысячи участников, если я не ошибаюсь, и такое же количество зрителей. То есть это стадион, и, соответственно, ты должен всё это дело собрать воедино. Вот, и я выступила в качестве режиссёра на мероприятии. Со мной был второй режиссёр Серёжа Медведев, он артист губернского театра, тоже замечательный парень. Вот, и, собственно, как-то, когда я поняла то, что я хочу попробовать, потрогать лапкой такой масштаб, когда мне предложили, я с большой радостью согласилась. Конечно, страшно было, я на всё на это смотрю. Ну, господи, ну ладно. Простыми словами, режиссёр мероприятий, ты что там делала? Ты создаёшь определённую канву и структуру того, в какой последовательности, допустим, если мы берём это, берём спорт, в какой последовательности будут номера. То есть ты должен создать шоу, которое должно быть смотрибельно, не скучно у тебя относительно того, какие номера у тебя есть в ассортименте, присутствуют. Ты выбираешь там какие-то ключевые точки, выстраиваешь их относительно намеченной канвы и делаешь так, чтобы это было визуально смотрибельно. Ну, то есть вот как кино ты смотришь, у тебя в какой-то момент ты можешь начать плыть, потому что, ну, что-то с диалогами они уже здесь немножко затянули. Ну, как бы это вот то же самое, чтобы у тебя фокус внимания у зрителей не терялся. По сути, для меня это именно про это. Вот, к какими-то такими вещами. Понял. И вообще у тебя сейчас какие планы, цели, куда двигаешься? Слушай, ну, глобально, конечно, хочется очень много всего попробовать, хочется разнообразия, хочется стабильности именно какой-то финансовой, которая, ну, как сказать, финансовая стабильность — это условная вещь, конечно. У меня план — создать что-то своё. Ну, то есть я понимаю, что в общепринятом понимании — «О, ты артистка Большого театра, ты сыграла в Атомике, ты сделала там то-то, то-то, Форбс, все дела. Это всё замечательно, но, видишь, есть команды и компании, из которых выдернят и инвесторские бабки, и выдернят и кредитные деньги, и они развалятся, как карточный домик». Вот я не хочу выстраивать свою жизнь относительно прицепки к какому-либо, допустим, бренду, который, да без меня его создали, и без меня он будет ещё сто лет стоять. Театр и всё остальное. Я частичка этого всего, я могу туда что-то своё привнести, я могу как-то с этим повзаимодействовать, как-то, возможно, себя в этом улучшить. Людей порадовать, принести кому-то счастье, удовольствие. Но мерить себя меркой каких-то регалий, каких-то таких вещей нет. Только если я создам что-то своё, вот тогда я действительно скажу, ребята, вот это уже моё продолжение. То есть вот это то, что я сделил, я сделил. А вот если пофантазировать примерно, это что? Какое-то своё мероприятие, своя компания. Начать, скорее всего, да, со сферы ивентов. Есть желание сделать своё ивент-агентство. В дальнейшем, конечно... Ну, как? Моя логика, в общем, была простая. Учитывая то, что начинаю я... Стартую я с театральной среды всё-таки, как исполнитель. Ты находишься в процессе спектакля. Ты артист, ты стоишь на сцене. Ты в любом случае исполнишь ту хореографию, которая тебе поставлена, и то, что ты должен сделать. Но вокруг тебя происходит множество разных процессов. Начиная от режиссёрской постановочной части, заканчивая художественно-постановочной, как ставится свет, как играет оркестр, какой звук. То есть это сложное сочетание множества разных вещей. И я на всё это посмотрела, и поняла, что начинать надо с того, что я знаю лучше всего. То есть я так посмотрела по сторонам, поняла, что, о, я понимаю, как это выстраивается, из чего это состоит. И, ну, что ближе всего к театру, разумеется, мероприятия, ивенты и прочие радости. Принцип тот же самый. Хлеба и зрелища. А среди вот этих всех мероприятий, как Burning Man, фестивали, есть вот ролевая модель, к чему ты в идеале хотела прийти, чему-то подобному? То, с чего у меня появилось желание заниматься именно ивентами, это мы прилетели в Дубай, и я влюбилась в этот город. Я поняла то, что там сосредоточено огромное количество всего. Это как огромный мировой хаб, в котором ты можешь сделать действительно масштабную штуку. И у меня появилась идея создать большой фестиваль, интегрированный в город. То есть это совокупность разных направлений, от музыкальных до театральных постановок, цирковых, музыкальных, всё вместе. Как-то так. И, собственно, это дало какой-то такой толчок. Философия простая. Поставь себе какую-то такую заоблачную цель, посмотри на неё, до середины доползёшь, уже доволен будешь. Это примерно про то же самое. Для того, чтобы захотеть начать в этом разбираться, ты туда будешь ползти, 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 и в какой-то момент ты уже доползёшь до того, что ты будешь делать среднюю температуру по больнице. То есть ты такой, о, я разобрался, подождите, я до цели не дополз, но я туда стремлюсь. Зная бюрократию Дубая и то, как они любят бумажки на всех этапах, я думаю, что это будет очень кровавая история, но если ты её сделаешь, это прям такая... Как из мемы какого-то, где этот котик курит такой... Собачка сидит, вот это I'm fine, и там у тебя комната горит сзади. Все согласующие сервисы Дубая. Вопрос тебе, как балерине Большого театра, стоит ли ребёнка отдавать профессиональный балет или профессиональный спорт? Честно, моя философия подхода к этому по всему, у меня поправочка, нет своих детей, я не знаю, как это будет, я могу только предположить, но я искренне считаю, что в эту профессию или в балет, или в спорт нужно идти только тогда, когда вы видите, что ребёнок этого настолько хочет, что до трясучки не могу, не потому что он смотрит на вас, допустим, там, боится сказать, что ему это не нравится, не потому что вы его заставили, не потому что что-то, а потому что реально, вот вынь да положь, вот мама, мне туда надо, папа, пипец, хочу. Это первое. Второе, объективно понимать, соответствует ли ваш ребёнок тому, чего, если, ну, есть такие родители, которые, моя дочка будет прямой балериной, а ты на неё смотришь и понимаешь, что нет, не будет. просто в силу объективных причин физических данных нету. Это ключевое, это важно, это основа. То есть, если у тебя нету выворотности, если у тебя нету определённых данных, там, ты не пластичный, не координированный, ты без этого не сможешь в профессии существовать. Какие-то вещи можно наработать, да, это правда, есть такое, но, во-первых, это очень тяжело, и, ну, в общем, должны сойтись множество разных факторов. желания, физические данные, здоровая менталочка и адекватные родители. Но должны чётко понимать то, что всё это, ну, во-первых, профессия артиста балета это очень недолговечная профессия. В 38 лет ты выходишь на пенсию. И с этим тоже придётся столкнуться, потому что, ну, как бы мы все понимаем, что в 38 лет это, ну, по сути, молодая девушка, красивая, классная, а она же пенсионерка. Ну, это сейчас, если пошутить, но глобально это так. То есть, как бы, чем ты будешь заниматься дальше, как ты себя к этому подготовишь. В спорте, если это художественная гимнастика, та же самая история, только там ещё раньше девочки заканчивают. То есть, ты жертвуешь, в зависимости от того, чем ты жертвуешь. То есть, родители должны чётко понимать, зачем это надо вообще их ребёнку. Для общего развития, господи, да, да. Красивая, крепкая спина, физически крепкий, сильный ребёнок, да, замечательно. В любом случае, надо, ну, вот, моё всегда пожелание к родителям, я периодически гимнастик тренирую, любите своего ребёнка просто, и всё. Не надо его мучить. Вы молодец, что вы его родили, я вас с этим поздравляю, как говорится, но это не ваше продолжение, как таковое, это отдельная личность. Он вырастет, он уедет от вас, вы сепарируетесь, скажете, мам, до свидания, я передумал, я не хочу быть артистом балета, я хочу быть нефтяником, а у него уже просто время потеряно, то есть это элементарно, даже вопрос там обучения, то есть в какой вуз ты пойдёшь, как ты к этому будешь готовиться, для того, чтобы пойти в нефтянку, тебе нужно там ЕГЭ пересдавать, и очень много сил и времени на это упущенное время, то есть в зависимости от того, как бы, что ты хочешь. Ребёнку можно это предложить, начать этим заниматься. Не понравилось? Ну хорошо, почему там, допустим, не понравилось тренер Грымза? Хорошо, поговорите с тренером, переведите к другому тренеру или к другому педагогу. Ваша задача, чтобы ваш ребёнок был счастлив. Хватит растить, блин, очередных моральных инвалидов. Вот это основное. А всё остальное, реально, если ребёнок хочет, и есть к этому все данные, да, конечно, да, но всё делать вот это через силу, через какие-то переломные моменты, я хотела, у меня не сложилась, моя дочка, мой сын будет, Прямо с этим надо договориться, в первую очередь договориться с самим собой, как это начните с себя, вот, иначе потом вашим детям придётся начинать это делать уже там лет в 20-30, а то и позже многие. Но там, где начинается профессиональный спорт, заканчивается здоровьем. Это... Как у балерин со здоровьем? Очень сложные отношения у многих со здоровьем, потому что это очень тяжёлая профессия, которая требует невероятной отдачи, невероятной физической нагрузки, разумеется, это сказывается на организм. Понятное дело, что организм адаптируется ко всему, то есть если захотеть, можно в космос полететь, но это, конечно, сказывается на состоянии организма, да, ты физически силён, да, ты вынослив, как лошадь, но сыпятся какие-то другие вещи, то есть это... редко ты найдёшь здорового спортсмена или здорового артиста балета, колени, стопы, спины, грыжи, всё в совокупности, там как бы полный букет, полный набор. Но за этим все следят, очень. То есть как-то так. Понял. Самые популярные травмы среди балерин Большого театра? Это я тебе не скажу, это всё у каждого. Нет такого, что прям все вывихи одни и те же грыжи? Нет, нет, ну колени чаще у всех летят, нагрузка большая, конечно. Колени, спины, стопы. У тебя было много тренеров и наставников в жизни, да? Вот для родителей, которые отдали своих детей в спорт, в балет, так сказать, красные флаги, когда нужно менять тренера, наставника, и вот явно, что ты неподходящий человек в воспитании твоего ребёнка? Ну, переложите на себя. Ну вот представьте, поставьте себя на место своего ребёнка. Вы будете работать с человеком, который вас не уважает, который вас чморит, который вас ни во что не станет. Ну, это то же самое. Есть действительно у взрослых у нас всё-таки психологическая резилиентность. Это немножечко она у нас побольше, конечно. В силу опыта у детей как таковой её нет. До лет, до семи, до шести родители — это боги. Дети на вас смотрят, и если папа и мама считают, что это хорошо, значит, это так и есть. И если со мной так обращаются, и папа и мама закрывают на это глаза, значит, так и правильно. И, скорее всего, ваш ребёнок и вырастет с такой установкой, что правильно, чтобы со мной так обращались. Поэтому всё идёт, в моём понимании, опять же, от семьи. Именно от того, что в семье происходит. То есть, как в семье к ребёнку относятся, такого, ну, как бы у тренера там и выберут. То есть, если это будет видно, что ребёнку там объективно плохо не потому, что у него не получается, или не потому, что он там не талантливый, не способный, или какой-то там не такой, а потому, что просто у тренера перекрышечкин случился, или у педагога, ну, задумайтесь, зачем вы это делаете? как бы зачем вы самому своему близкому человеку желаете, желаете вот этого вот? Вот. Как-то так. Понял. У тебя есть какие-то яркие воспоминания из детства или юности с трэш-историями, с тренерами, вот когда прям жёсткие манипуляции, маты, обзывательства, вот такой ад ещё существует? Да, он есть, но я как-то не знаю, я на это, я знаю, что есть педагоги, которые там и стульями кидались, и всякий такой трэш творили, но опять же, всё зависит от того, что там за класс, какие там дети, то есть бывает действительно такое, что вот, ну, по-другому ты информацию не донесёшь, что называется. Да, нужно адекватно подходить, нужно разговаривать, с любым человеком нужно разговаривать на его языке, как бы, если ты не сумел договориться, значит, что-то в твоём разговоре было не то. разные дети бывают, разные люди бывают, всё от большого количества факторов зависит, но у меня на памяти, ну, у нас был, конечно, педагог, которая, она на самом деле была очень хорошая женщина, но, опять же, дети этого не понимают, но педагогов же тоже, у них очень большая нагрузка, у них идут подряд, там, несколько классов, они разных ведут, им надо в каждом классе выдать результат, ну, разумеется, это тяжело, разумеется, ты в какой-то момент начинаешь ехать, и у тебя замыливается взгляд, ты устаёшь, ты выгораешь, и, ну, да, срываются на детях, ну, бывают, но я не воспринимаю это как, ой, ну, да и ладно, нет, я понимаю, что это ненормально, но я понимаю, ты уже во взрослом возрасте, а не когда я маленький ребёнок, у нас была педагога, которая, она могла прийти на класс, сидеть, молчать, все там, все полтора часа, потом так, молодцы, развернуться и уйти, слава богу, ничего не говорила, то есть, было и такое, просто полтора часа приходит и молчит, молчит, да, мы занимаемся комбинацией у нас уже поставлены, мы все делаем, все прекрасно, ни замечаний, ничего, ну, ну, хорошо, что человек вот такой формы выливал свое плохое настроение, она ничего не говорит, она не кричит, не всегда так было, нет, 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 она в большинстве своём, она к нам достаточно хорошо относилась, но всё равно, но бывают вот такие, моменты, ну, мы все живые люди, блин, из мяса, плоти и кости, это нельзя оправдывать, но к этому надо просто вот родителям, опять же, внимательно, трепетно относиться, понял, но, но я знаю примеры, когда действительно великие педагоги, у них были очень жёсткие методы, очень жёсткий подход, кому что подходит, вот кому-то надо, чтобы человек, который находится рядом с тобой, твой наставник, чтобы он тебя поддерживал, чтобы он был тебе как друг, как родитель, как там ключевая какая-то фигура, кому-то нужны другие механизмы, мы все разные, кому-то нужен кнут, кому-то нужен пряник, вот у меня, например, включается, ну, это, в принципе, и в жизни, и всегда, ну, со мной так нельзя, то есть, почему вы взрослый человек не можете спокойно донести до меня свою мысль, почему надо орать, почему надо там, не знаю, повышать голос, кричать, обзываться, то есть, для меня это ненормально в любом контексте, в принципе, вот, поэтому, ну, как-то так. Насколько вообще прибыльно быть балериной в Большом театре? Это история про деньги? Смотря что для вас прибыль, смотря что для вас хороший доход. Много ли там балерин зарплаты 300-500 миллионов и дальше? Я не берусь, я могу говорить за себя, я не берусь обсуждать чужую зарплату, вообще никогда, в принципе. Дело неблагодарное и бессмысленное абсолютно. Если ты этим занимаешься, и ты получаешь за это определенную сумму, и тебя это устраивает, и ты продолжаешь это делать, значит, тебя это устраивает. Усего. Окей. Вот. Я, соответственно, ну, все зависит еще от запроса. Слушай, есть огромное количество людей, которые, им не нужно ездить на Мерседесе, им не нужно ходить в куртке Богнер, им не нужно пить шампанское Кристалл. Не нужно. Не потому что они этого не хотят, просто они, ну вот, они не видят в этом потребности. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то приоритеты, у кого какие в жизни. Для кого-то важно заниматься любимым делом. Это вот, знаешь, люди, у которых, ой, здесь еще за это и деньги платят охрененно. Круто, классно, замечательно. Как раз-таки вот такие люди, они гораздо более здоровые, гораздо более у них, гораздо лучше у них жизнь складывается, чем те, которые, там, я гонюсь за деньгами, я гонюсь за признанием, за баблом, за реализацией, потому что, а ты зачем туда идешь, ты, собственно, то есть зачем ты туда гонишься, что ты хочешь там найти. Это все средства для достижения твоего счастья. Деньги – это ресурс. На что ты этот ресурс тратишь? Ты сказала, что профессиональный спорт, балет лучше не давать, если ребенок прям сильно не хочет, при этом, как я понял, тебя само отдали, когда ты к этому холодно относилась, но потом так влюбилась в это ремесло. Есть ли у тебя примеры балерин, которые сейчас горят своим делом, возможно, даже прима-балерин, которые, ну вот вы общались, и оказывалось, что в детстве ее затащили в балет, или все-таки вот такие люди это вот они изначально хотели? Ты знаешь, а я как-то никогда не спрашивала про это. У меня на глазах, ну вот опять же, если мы берем моих коллег, это все люди, которые горят своим делом. Все абсолютно. Вот там близкая моя подруга, Стасия, она, ну, это дело ее жизни, она прям с этого прется, ее прям с этого вот тащит, у нее глаз на это горит, она может там уставшая приходить в раздевалку, все, но она будет пахать, как лошадь, потому что ей это нравится. И, ну, опять же, то есть вопрос к людям, которые, ну, как и в любом деле, ты зачем этим занимаешься, если тебе это не нравится? Ну, какой-то синдром выученной беспомощности получается, что-то такое не то. И сейчас хочу перейти к теме Forbes. Ты стала победителем Forbes 30 до 30, как ты туда попала, и что это дало? Как я туда попала? Я попала туда, я узнала об этом, когда мне друзья ссылку скинули. То, что ты номинант или ты победитель уже? То, что я номинант. Вот. Так получилось. Я ничего для этого не делала специально. Но, как, в принципе, множество вещей в моей жизни, я ничего для этого специально не делала. Оно как-то… Ну, все в жизни не просто так происходит на самом деле. То есть это, наверное, это логичное предложение каких-то вещей. Наверное, это логичное предложение, там, не знаю, моего способа коммуникации, моей какой-то открытости к миру, моего желания, в первую очередь, там, себя обогащать и развиваться. И, соответственно, ты начинаешь знакомиться с какими-то людьми, делать, опять же, то, что тебе нравится, то, что тебе приносит удовольствие. Ну, и вокруг тебя аккумулируется большое количество того, что происходит просто само собой. Вот и все. Это, наверное, это очень классное… Действительно, прям, я когда это увидела, я такая, вау, очень круто. Это классное, наверное, продолжение того, собственно, пути, по которому я медленно, но уверенно топала. Вот. И получала от этого кайф. А что тебе это дало? Какие-то статуэтки, связи, награды, мероприятия, куда тебя звали? Ну, если брать именно Forbes, мне это дало знакомство с Гелой Романовским. Мы записывали, потом уже Forbes сделал проект, это подкасты, где мы должны были… Герои должны были пичить идею инвестору, заведомо абсурдную идею. И, собственно, моим инвестором на встрече был Гелой Романовский. Это МТС Лайф. И это дало мне возможность пообщаться с человеком, который как раз-таки напрямую связан с индустрией ивентов, который занимается этим, у которого богатые опыты, у которого я могу очень многому научиться. Собственно, как-то так. Здорово. То есть ценно было, по сути? Это очень ценно. Это открывает тебе… Это ресурс. Как и любое событие в твоей жизни, всё, что ты делаешь, ты можешь на это смотреть, как на данность, вот стакан с водой стоит, а ты можешь на это смотреть, как я сейчас выпью этот стакан с водой, там, восполню, как-то stay hydrated, что называется, количество воды в своём организме. всё вокруг тебя это ресурс. Но не нужно искать постоянную выгоду во всём, что есть вокруг тебя, нужно просто делать то, что ты любишь и относиться к этому, как, а что мне это может дать, а что я могу сюда привнести, это вот такая синергия получается, взаимообмен. Вот, и оно как-то так тебя и приводит к тому, что ты хочешь. А по поводу каких-то статуэток, медалек, мероприятий? Ну, мероприятие у нас было, собственно, вечеринка Forbes 30-30, пели ребята эти три дня дождя, хорошая музыка, хороший вечер, просто весело время провели. Ты чувствуешь, как меняется к тебе отношение в компании, если кто-то вкидывает, что Анита это победитель Forbes 30-30? Есть вот... Я на это не обращаю внимания. Я к чему спрашиваю? Я знаю много людей, и я, честно, не исключение, у которых стоит не то, чтобы прям глобальная цель и нужную кровью добиться, но очень важная ачивка, которая хочет достичь жизни, это Forbes 30-30. Я прям очень туда хочу, но не через раздел искусства, как ты, а, естественно, другое. Либо предпринимательство, либо контент. Вот как ты думаешь, насколько это нормальная цель? Сколько она даёт? Любая цель нормальна. Она почему-то в твоей голове появилась. Другой вопрос, а что ты хочешь благодаря ей достичь? И стоит ли? Вот. Ну, то есть, вопрос запроса. Да. Зачем тебе нужно то, что ты так сильно хочешь? По какой причине тебя туда тянет? По какой причине тебе это важно? Какие потребности тебе эта история закроет? Какие потребности она, как ты думаешь, закроет? Какие ты сам себе закрыть не можешь? На самом деле, всё достаточно просто. мы по поводу одного проекта. Я не могу пока рассказать, что это, но, говорит, затравочку кину. Мы с папой с моим как-то беседовали. Он зачастую, я к нему прихожу, говорю, пап, нужен совет. Он такой, ну, хочешь плачь, хочешь смейся, хочешь там, не знаю, кричи, давай, короче, рассказывай, я, значит, чем смогу, помогу. И я ему рассказала про то, что я хотела познакомиться с одной женщиной, одна из таких ключевых фигур в международных отношениях у нас в России. Я так сижу, я ему долго рассказываю, рассказываю, говорю, блин, вот я там не знаю, как к этому подобраться. Он на меня смотрит, запишись к ней на приём. Я на него смотрю, я такая, в смысле, запишись к ней на приём. Ну, есть сайт, есть приёмная, запишись к ней на приём. И спасибо, пап, я пошла. 40 минут я распиналась про то, как мне надо, что мне надо, что мне сделать. Всё достаточно просто зачастую бывает. Иногда путь, он достаточно прямой и простой, просто ты на это не хочешь как-то обращать внимание, потому что тебе кажется, что надо какими-то заковырками, подковёрками, вот этим вот всем. Посмотри на самые простые варианты, иногда они рабочие. Вот и всё. Поэтому хочется в Forbes, насколько я знаю, как я поняла потом, что у них история про то, что заявку может подать человек сам. Да. Вот. что-то брать должны. Подай сам заявку. Да. Ну, нужно достичь результата, чтобы туда пробиться. А кто тебе это сказал? Можно купить. Нет. Вообще, в целом, вот как бы... Я... В зависимости от того, как ты себя, опять же, оцениваешь. Вот... Как тебе сказать? Я... Вот мы сейчас сидим с тобой, записываем подкаст. Это не про то, что... Ой, у меня синдром самозванца, что я тут делаю? Я очень хорошо осознаю свою ценность, но я её осознаю вне наличия театра в моей жизни, вне наличия Forbes, вне наличия чего-либо ещё. Да. Относительно своих ровесников, я понимаю, что я сделаю до хрена. Но это не повод как бы гордиться, нет, не повод надеть на себя корону, посмотреть, какая я классная. Я классная, я это знаю, но... Здоровая самоценность. Да. Как бы ты уже сделал достаточно... Сколько тебе лет? 23 полных. Ты уже для 23 лет сделал достаточно для того, чтобы у тебя было определённое там признание, определённые вещи, которых ты хочешь в своей жизни. Ну, не хватает чего-то, добей, и будет у тебя вот это вот. Поэтому... Я понимаю, почему я туда, например, хочу. То есть для меня Forbes 30 до 30 это не цель, вот опять же какая-то корона, я теперь ферзь такой в компании с медалью хожу и погонами. Forbes 30 до 30. Это классное ощущение, что я как будто бы встал на одну сцену с людьми, которые там были, которых я очень уважаю. Собуров, Митрошина, ну, кто-то там был, я по именам всех не перечислю, их каждый год там 30 человек. И я просто очень кайфанул, если я буду среди них когда-нибудь, мне будет приятно. То есть это как лауреат Нобелевской премии, только чуть более адекватная цель, исходя из моих данных. И для этого мне объективно пока что точно нужно больше результатов. То есть сейчас будет бессмысленно, если я подал бы заявку за 23 год. Сейчас посмотрим, как 24 сложится. Ну, поэтому тоже у меня самоценность, она здоровая, но объективно, с точки зрения здравого смысла, я пока туда не дотягиваю. И вот вопрос, о чём ещё раз конкретизирую. У многих людей цель, вот как будто бы это что-то изменит, знаешь. У тебя есть какое-то ощущение, что вообще в обществе в целом это как-то влияет? Или, ну, такое? Это ничего не изменит, если ты, ну, как сказать, в зависимости от того, как этим пользоваться. Вообще, в зависимости от того, как пользоваться собой, как себя применить. Себя надо применять эффективно. Вот и всё. Если ты будешь долго там чесать репу, ой, а что мне делать, и дела, то есть если у тебя нет чётко намеченного плана, если нет какого-то, знаешь, там вот у тебя ситуация, тебе надо её декомпозировать, разложить там на мелкие задачи. То есть если у тебя нет структуры, разумеется, ну, ты никуда и не придёшь. Хочу ещё тебя поспрашивать про одну ачивку, которая у меня есть в жизни, это сервис Meet for Charity. Они организуют за деньги встречи с людьми, и потом все эти деньги на благотворительность. То есть в формате аукциона перебиваются. Я что максимум там слышал, это полтора миллиона человек, который основал 12 сториз. Потому что, как я понял, ничего не продаёт. И когда узнали, что с ним можно поужинать за сколько-то денег, вот за полтора миллиона максимум. Какой-то мужик купил ужин с тобой там за 700 тысяч рублей. Как так получилось? Это очень много. Да, всё так. И на самом деле это вот к вопросу про то, как использовать какие-то штуки, которые у тебя есть в арсенале. То есть твоя, допустим, медийность, твоё влияние, какое бы оно ни было, оно может кому-то помогать. И я, если честно, была в большом шоке, когда я увидела эту сумму. Ну, я периодически там обновляла эту страничку, когда шёл этот аукцион, я так смотрю, ну, там 150, классно, там хорошо, фонд ясного взора, к которому должны были пойти деньги, ну, скорее всего, там какую-то часть операции мы покроем. И я обновляю страницу, я вижу 700. В этот момент у меня тихо отвалилась челюсть. И я не знала, если честно, что сказать, кроме, ну, собственно, я потом эти слова и сказала благодарности человеку, который купил ужин со мной за такие деньги. Мы полностью покрыли операцию мальчику на глаза. И там ещё осталась какая-то часть суммы, ещё девочки там ушло. Важно, извините, он там перебивалась чуть-чуть за это чуть-чуть, или он на один бахнул 700? Нет, там перебивали. То есть там было в какой-то момент, типа, со 150, по-моему, скакнуло до 400, потом, типа, полмиллиона, я такая, ой, а потом, типа, 600, 650, 700. И тут я в своём познании преисполнилась просто. Я говорю, господи, как же надо любить балет. Ну, это на самом деле очень дорогого стоит. Я искренне уважаю людей, которые занимаются благотворительностью. Да. Мы долго беседовали с, собственно, человеком, который купил этот ужин. Мы проговорили с ним, наверное, часа три или три с половиной. И на самом деле, кстати, вот он в процессе беседы, мы обсуждали тоже профессию, мы обсуждали искусство, обсуждали перспективы разные, там, кто чем занимается. И мы беседовали про ценность профессии, именно про то, что такое, когда ты свою жизнь кладёшь на то, чем ты занимаешься. Зачем мужчина заплатил 700 тысяч рублей за вечер с тобой? То есть какая цель была? Ну, соответственно, цель благотворительная, разумеется, помочь фонду. И цель, ну, вот... То есть просто пообщаться с тобой без задней мысли? Да, конечно. Ну, то есть это просто был ужин в ресторане Семи Фреда. Всё. Вы как бы... Извините. Не, ну, да, то есть это абсолютно цивилизованное, встреча без каких-либо намёков на что-либо. Интеллектуальный, умный, тонкий человек, который способен на такие широкие, красивые жесты и такую, как сказать, это не само пожертвование, это искреннее желание помочь. Это вызывает восхищение. Так, да, ты не пойми неправильно, просто вот на примере. Я знаю, там, с Торбосовым покупали встречу за 700, забыл у меня с фамилией, основатель 12 сторис, полтора миллиона. Для людей из их ниши встреча с ними на час может окупиться даже не кратно, а там 10-ти кратно, 100-кратно, потому что они там сделали большие результаты, то есть просто как формат консультации. Там понятна ценность, то есть человек платит, зарабатывает больше. А тут ты не понял, да, за что чувак 700 косарей заплатил. Ну, то есть он просто видел в тебе какую-то силу, хотел пообщаться с каким-то сильным классным человеком? Наверное, да. Есть люди, которые очень любят искусство, есть люди, которые, ну, вопрос предпочтения именно там интересов, скорее всего, то есть там не было никакой задней мысли, это могу сразу сказать. Я в приятном шоке от того, что такое случилось, и от того, что благодаря этому мы смогли мальчику покрыть полностью операцию на глаза. Когда этот аукцион происходил, собираетесь ли вы делать повторно? Тебе писали ли организаторы, ожидали ли они такие суммы? Они мне написали, предложили поучаствовать. Я согласилась, разумеется, благое дело, классно, поможем детям. Всё. Дальше я очень хочу сейчас сделать, мы связались с основательницей фонда, и я очень хочу, во-первых, увидеть мальчика сами, которому мы покрыли операцию на глаза, и, скорее всего, эта встреча на этой неделе произойдёт. И я очень хочу сделать для деток концерт, собрать музыкантов, друзей своих прекрасных, и устроить какой-то им благотворительный концерт. И сюда вопрос. Ты, вот когда мы с тобой первый раз встретились, от тебя вот несло силы и энергии, несмотря на возраст, и при этом без короны на голове, я завышенного эго. То есть такая здоровая любовь себя и понимание цены себе. Как-то ты это прорабатывала, или это с детства пошло? Откуда в тебе такая сила и энергия? Слушай, мне очень тяжело судить и говорить про саму себя, не потому что я этого не хочу делать, не потому что я не рефлексирую, не люблю анализировать. Ведь я как раз-таки очень люблю заняться самокопанием и очень люблю задавать себе неудобные вопросы, потому что если ты сама себе их не задашь, ты вряд ли тебе их задаст кто-то другой. Будешь просто очень долго выпрясывать на одних и тех же граблях. Я в какой-то момент поняла, что моё хочу не совпадает с моим надо, и это дало мне пищу для переосмысления того, чем я занимаюсь вообще по жизни, что я делаю, что я такое. Вот и всё. Я не... У меня нету какого-то рецепта, я не могу учить других людей, как им прийти, допустим, к такому. Это, опять же, знаешь, мы все надеваем маски. Это такой социальный конструкт, это нормально. На работе мы одни, с друзьями мы другие, с мужем мы третий, с любовницей мы четвёртые, с подружками мы пятая. Это всё... Мы все разные, и в разные моменты жизни у нас разная энергия. И вопрос того просто, что ты хочешь от этого мира, и что ты хочешь, чтобы он дал тебе. Всё вокруг — это, по сути, твое большое отражение. Самое классное, когда ты понимаешь то, что надо взять ответственность. Без ответственности ты свою самость не обретёшь. Потому что, если ты хочешь быть самодостаточной, цельной личностью, это история про то, что ты берёшь ответственность автоматически за все свои поступки. косяки, счастье, любовь, деньги, то, что вот у тебя есть вокруг тебя, ну, ты сам себя сюда привёл. И если тебя это не устраивает, значит, что-то ты не то делаешь. И чем дольше ты будешь этим заниматься, тем тяжелее тебе... Как это? Самое главное, если вы оказались в яме, перестать копать. Если вы перестали копать, уже молодцы. Поймите, не начали ли вы там обустраиваться. И всё. И в какой-то момент я поняла то, что просто у меня, ну, в диссонансе те вещи, которые в моём понимании хорошо, и чего бы я для себя хотела, и те вещи, которые я имею вокруг себя. Очень выгодно, называется вторичная выгода, жаловаться. Очень выгодно, посмотрите, какой я хороший, никто не любит, а я такой замечательный, меня никто не уважает, меня все чморят, меня ни во что не ставят. Ты сам себе это всё создал. Чё ты жалуешься-то? Сидишь. Ты либо это меняешь, либо, ну, и, соответственно, набираешься смелости и принимаешь, смотришь в глаза своим ошибкам, смотришь в глаза своим страхам. Идёшь дальше. Но ты с этим либо столкнёшься, либо ты будешь жить на поводу, опять же, своих страхов, у своих каких-то таких вещей, которые будут тобой управлять, и не ты им. Вот и всё. И я как-то стараюсь этому следовать и действительно получать удовольствие от жизни. Вот пока ты... Я когда проанализировала одну вещь, сейчас, возможно, меня сожрут все феминистки просто с потрохами, но для меня... Да. у вас у мужчин срок годности бесконечный, скажем так. У нас у женщин всё-таки, если мы говорим про историю создания семьи, рождения детей, у нас ограниченный лимит времени. И если ты чего-то от этой жизни хочешь, если ты девушка, то, соответственно, ты должна понять, что в зависимости от масштаба твоих целей, любой масштабный проект — это лет 5-7 твоей жизни, особенно если ты начинаешь его с нуля, и тоже ты должна понимать свой ресурс, физический, эмоциональный, насколько ты готова с трудностями сталкиваться, как ты вообще на это на всё реагируешь, не выбьет ли тебя. И в зависимости от того, чего ты хочешь по жизни, ты начинаешь анализировать и понимать, прикидывать. Да, жизнь умнее живущего. Никто не знает, что завтра произойдёт, но примерный план у тебя всё равно должен быть. И ты начинаешь прикидывать. И так, а сколько у меня времени на всё про всё осталось? Вот раздели свою жизнь и пойми, что время-то, на самом деле, не так много. И если ещё тратить это всё на то, что «Ой, всё плохо, ой, у меня начальники редиские, и друзья у меня такие нехорошие, и опять меня куда-то тащат туда, куда я не хочу, а я туда иду». Ну ты ж туда идёшь. Нравится — продолжай. Не нравится — жизнь тебе... Но есть ещё тоже нюанс. Тебя может жизнь преподнести на блюдечке, всё с голубой тарелочкой, а ты в силу того, что тебе настолько страшно, ты себя сам настолько загонял, задрочил, прости господи за это слово, что ты на это посмотришь, и ты в ужасе будешь. Ты от этого откажешься, ты просто развернёшься, блин, и уйдёшь в другу, в противоположную сторону. А вот тебе жизнь такая стояла, на, ты просил, я тебе принесла. И ты на это посмотришь, такой... Вот очень важно, на самом деле, ловить такие моменты, понимать, что да, ты тоже не просто так от этого сейчас отказался, значит, тебе зачем-то это было надо, возможно, тебе нравится страдать, вот это всё. Сам творит свои судьбы. Ну вот. Я насчёт срокогодности, я хотел, кстати, задать вопрос, потом мы ушли в ветка разговора, причём ты сказала, что у балерин карьера заканчивается в 38 примерно, а если ребёнок рождается до этого времени, это конец карьеры? Нет. Нет, то есть есть балерин, которые рожают и идут дальше танцевать? Есть пример, я, насколько знаю, в Амариинском театре есть прима-балерина Олеся Новикова, у неё четверо детей. И она до сих пор танцует? Она фантастическая балерина, просто уникальная, невероятная красавица, тонкая, звонкая, великолепнейше исполняется партией, которые танцуют. Космос. Четверо детей, если нет. То ли трое, то ли четверо. Вот это не помеха. Просто вопрос, ну, опять же, кто как к этому относится? То есть это, если ей позволяет её там желание и ресурс возможностей, ну, господи, это круто, конечно, нет. Сейчас уже не то время, когда ты, уходя в декрет, ставишь крест на своей карьере, конечно, нет. Просто каждый для себя решает, когда. Вот у меня, например, к этому отношению очень просто, я пока сама на ноги не встану, я к этому не подступлюсь. Просто потому что, ну, опять же, ребёнок — это огромное количество времени, денег, ресурса, энергии, и ты на него перенаправляешь эту энергию, ты, соответственно, жертвуешь чем-то ещё. То есть надо выстроить свою жизнь так, чтобы у тебя уже было откуда брать, чтобы у тебя, как это, был свой собственный кредит, из которого, если что, ты можешь взять и финансовый, и энергетический, и ментальный, и физический, и всё вместе. Поэтому как-то так. Поэтому как в самолёте, сперва наденьте маску на себя, потом на ребёнка. Вот я сперва надену маску на себя, а потом я надену маску на ребёнка. Как человек, у которого ещё даже нет ребёнка, но пятый месяц, сто процентов. Нужно просто сначала выстроить жизнь так, что у вас появляется два-три часа своего на времени, вы его тратите на хобби, а потом заводите ребёнка, иначе к обздец вашему графику. Мягко говоря, это прям много форс-мажоров появляется в вашей жизни. Конечно. Да, это я ещё даже беременна, не я. Давай добьём тему силы, энергии. Вот как ты думаешь, есть ли у тебя какие-то привычки, книжки, контент, которые ты определяешь, наставники, может, какой-то коучинг ты проходила, которые тебя сформировали вот такой реально сильно и энергично, я не знаю, как это по-другому назвать. Или просто так всё в целом сложилось? Ты знаешь, если проанализировать, у меня такой набор генов. А, кстати, папа у тебя… Папа бизнесмен. Он ещё в своё время там каратэ занимался. Вот, ну, наверное, вот всё вот это жизнелюбие, именно такое прям искреннее и самозабвенное, это вот он, потому что он действительно вот человек, который искренне любит жизнь. И мы с ним последний раз, когда созванивались, я ему говорю, пап, что хорошего? Он говорит, слушай, дочь, плохого нет. Это очень хорошая философия. Вот плохого нет. Папа крутой, очень хорошая мысль. Да, у меня и мама тоже, она потрясающая, она как ядерная электростанция, тоже человек с бесконечным зарядом энергии, которая, ну, она так напалмом жжёт периодически, но тоже они… Это тоже нельзя отменять. Понятное дело, что там в процентном соотношении то, как на нас влияют наши гены, это 20%, всё остальное, это там в совокупность множества разных факторов. Но глобально, да как-то… Гены в целом жизни. Гены в целом жизни. Не знаю, у меня… В первую очередь, всегда я старалась порядочно относиться к окружающим людям и к себе. И от этого, наверное, произрастает какая-то вот такая вот философия, то, что, слушай, жизнь, она и так сложная. Над чем её ещё усложнять? Её можно усложнять, только когда ты понимаешь, что ты с этим можешь справиться, тебе это для чего-то нужно, да, конечно. То есть мы все сталкиваемся там в какой-то момент с определёнными фрустрациями, это нормально, это часть процесса. Но, фулин, про жизнелюбие. У меня, кстати, была какая-то… Сейчас, у меня была эта мысль… Sorry, сейчас я даже… Я, по-моему, даже себе её как-то записывала. У меня, кстати, есть заметочка. Вот это очень, кстати, хороший такой лайфхак. Я периодически какие-то мысли, которые я там слышу от кого-то, или которые мне нравятся, или которые у меня башка генерирует в процессе мозгодумства, записывайте. Да, записывайте. Это как если вы пришли на встречу, и у встречи нет протокола, значит, встречи не было. Это вот туда же. У меня такие две папочки в ноушене. Одна просто с мыслями, то, что нужно сделать, и какими-то общими. Есть ещё одна отдельная, это лучшие цитаты выражения, куда вот где-то раз в месяц максимум добавляют, когда прям за душу цепляет, там такая золотая подборка, сформированная за четыре года. Фраза, которая очень мне понравилась. Мозг — это плохой хозяин, но офигительный слуга. Но для этого его нужно поставить на место. Понял. Вот. А чья цитата? Не помнишь? Я не помню, чья это, но мне это очень сильно прям зашло. Хорошо. Давай ещё про Atomic Heart хочу обязательно поговорить. 31 августа перед 11 классом я давно ещё удалил все игры, хотя до этого у меня были тысячи часов в CS GO, я был задротом, но я понял, что нужно учиться, как-то что-то по жизни заниматься, и удалил больше игры. Но тем не менее, даже я про Atomic Heart слышал очень много. То есть это такая сверхуспешная игра, и Анита там была прототипом одних из ключевых героев, очень таких запоминающихся близняшек. Сейчас тут появятся наложения с ними, то есть с неё, как вот с этого голума в эластильные колец накладывали датчики, она это всё рисовала, и ещё там одного героя ты как бы играла. Не совсем. Близняшки, ну, спойлерить, наверное, можно уже. Да, конечно. Сколько времени назад вышло. Близняшки, они созданы из останков Екатерины Нечаевой, жены главного героя, вот, и, собственно, там даже есть мои фотки, где баб Зина показывает, у неё, по-моему, в избушке стоит фотография, там мои фотки. Вот, собственно, по сути, я... Отсылки. Ну да. Вот, она даже с чехлом ходит. Да, мне этот чехол подарила моя замечательная подруга Ира, вот. Так что очень хожу и радуюсь. Понятно. А как ты туда попала? Тёмные силы электричества, социальные сети. Тебя увидели, понравился на кастинге, ты визуально? Да, 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 всё достаточно просто. Какое у тебя было ожидание от этого процесса? Что получилось в итоге? Вот поделись мыслями вообще насчёт этого всего. Какой это опыт был? Ну, понятно, что, наверное, интересно, но... Интересно, классная команда. Ты смотришь на людей, с которыми ты взаимодействуешь. У меня нет ожидания от какого-то процесса. У меня есть сам процесс, и я в нём. И если я получаю от этого удовольствие, если мне это приятно, если меня это обогащает и, соответственно, приносит удовольствие и благо другим, слушайте, ну, как этим можно не заниматься? Поэтому ребята очень классные, у них фантастическая команда, у них невероятно отлаженные процессы. То, как мы снимали, тоже это всё было безумно интересно. И в игре, кстати, штока играет тоже наш артист балета Большого театра, Денис Медведев. Вот, поэтому мы когда с ним встретились на съёмочной площадке, мы друг на друга посмотрели, такая, драту тебе. Вот, так что команда была очень творческая, горящей идеей, живая, очень пластичная такая. Поэтому всё было классно и привело это, соответственно, к охренительному результату. Поэтому я за этот опыт ребятам очень благодарна и не перестану об этом говорить. У тебя после этого не было мысли уйти больше в кино, сериал, вот эту всю индустрию игры? Слушай, у меня летом были съёмки в полнометражном фильме. Вот, одну из главных ролей я сыграла. Фильм будет называться «Эффект Хамелеона». Должен скоро выйти. Со мной вместе... Саша Харламов — режиссёр. У нас со мной вместе играет Сергей Ченишвили и Кирилл Запорожский. Вот, так что небольшой анонс того, что вы в перспективе можете посмотреть в кино или на каких-либо площадках. Но ты там уже разговаривала? Ну, конечно. А, просто в игре, если что, она не разговаривала? Да, у меня полноценная прям роль. Слушай, а я вот посмотрел отрывки из этой игры, сам не играл, и там, допустим, были сцены, где главный герой падает, на него сверху прыгают балерины, пытаются прыгнуть ногой. То есть вот это даже такие движения ты делала? Ну, вот конкретно эти я не делала. Я могу сказать, что мы очень долго, помню, снимали сцену, когда близняшки вдвоём достают, это, господи, я забыла, как называется. Ну, короче говоря, где они вдвоём в панше разъезжаются, в шпагаты. Очень долго снимали... Слушай, там было, на самом деле, много сцен, но вот именно конкретно вот эту, где я на него прыгаю, нет. Это уже дальше... Они сами как-то... Да-да-да-да-да, это уже всё было доработано без меня. Вот. Ты сама играла в эту игру? Играла, да. Пошла? Не до конца. Не до конца. Косяк. Ну, слушай, у меня просто, к сожалению, на это я очень люблю иногда... Я люблю вот эту жвачку для мозгов позалипать. Это замечательно отключает голову. Ты действительно переключаешься и выдыхаешь, но тоже очень много энергии сжирает. Вот я последнее, что прошла, это я в году форс сейчас просто оттащить не могу себя за уши. Прям не могу. Да, вот, да. Поэтому году форс Рагнарёк у меня сейчас идёт. Самое яркое необычное воспоминание со съёмок, что ты знаешь, когда начинаешь разговор в компании про эту всю историю, ты вот это вспоминаешь? Да, все съёмки яркие. Ну, вот они... Нет, конкретного чего-то нет, нет, нету. Так. Было в момент, когда мы решили поприкалываться и сняли видео с Ломовым, с главным героем, и тоже с Денисом Медведевым, она где-то на ютубчике лежит, вот, где мы там в пачках ржом прикалываемся, какую-то мизансцену поставили. Ну, короче, вот это такое развлекательный интертеймент. Понял. Рубрика «Гетконтакт». Я пробиваю телефон гостей, как они забиты у других людей, и задаю вопросы. Откуда? Откуда такие наименования? Итак. Анита Настырный Курует. Я не знаю, что это. Это, скорее всего, может быть, ещё из училища какие-то приколы. У меня вообще в театре сейчас с подружками у меня погоняло золотокусь. Я потом тебе картиночку скину, можете её сюда вставить. Это вот моё альтер-эго. Допустим. Анита Пудикова личный сорт балерины? Ну, скорее всего, для кого-то я реально личный сорт балерины. Корону меня нет. Ну, блин, ну нет. Анита режиссёр «Звёздные дети». Это, собственно, скорее всего, это я, так записано, у второго режиссёра у нашего как раз делала второй фестиваль тоже в качестве режиссёра-постановщика в Лужниках вот в мае месяце. Вот это, собственно, и были «Звёздные дети». Понял. Анита Пудикова невеста? Это лицо? Неизвестно? Как же тебе повезло! Можно про это говорить? Ну, неизвестно, честно. А, ты не знаешь? Я не знаю, кто это мог от меня записать, честно. Ладно, я думал, сейчас будет это, эксклюзив. Нет. Золотая женщина. Что правда, то правда. Ну, аля там, папа, парень, нет на эти, кто так забивает? Нет. Золотая женщина, да. Анита Север? Север, потому что я работаю в спортивной школе Север. А, ты ещё тренер? Да. Хореограф. Как ты это всё спеваешь? Ужас. Так, «Даймонд Понт» это твой ник в Инсте. Я нигде не нашёл информации, почему Понт. Из чего он создан? Понт — это пруд. Да. Почему бриллиантовый пруд? Бриллиант — это мой любимый камень. У «Одиннадцатого доктора» была спутница Амелия Понт. Сериал «Доктор кто?» Собственно, спутница «Одиннадцатого доктора» — это была Амелия Понт. Это один из персонажей, который прям… На самом деле, она отчасти очень сильно на меня похожа в каких-то вещах. Но вот на тот момент, как раз, когда я смотрела именно этот сезон, и как раз там были, причём там самые ключевые моменты такие, именно на разрыв сердечка. Ну, собственно, как-то она так и получилась. Вот, поэтому… Да, это отсылка к сериалу «Доктор кто?». Так, окей. Да, я фанат научной фантастики, стартрека и прочего. А на «Ватарке» у тебя что это за герой стоит в Инстаграме? В Инстаграме это мультик «Синбад». А, точно. «Легенда семи морей». Вот. Собственно, это девушка, главный герой. Понял. О, кстати, тоже про сериалы, про кино. Если кому-то будет интересно, из последнего тоже, что посмотрела, мне охренеть, как понравился «Голубоглазый самурай» Netflix'а. Просто космос. То есть то, как они проработали там ключевого персонажа, Мизу, это фантастика. Там была сцена, которая меня просто… Как это помыть слезами пол? Пол – это спойлеры, когда они с её мужем борются, и когда он в конце ей говорит, что ты чудовище, когда она входит в раж. Вот. Фантастический, на самом деле, сериал. Прям очень всем рекомендую. Мы с Анитой вообще изначально познакомились на съёмках для ювелирного бренда «Бендос». Это российская компания. Они делают очень крутую ювелирку. У них магазин, кстати, на Петровке, в здании вот этом, в одном из центральных Петровки. Это одна из главных улиц Москвы. Я офигел, что они там представлены. То есть очень-очень жирно напротив закрытого Gucci. И за углом вот эта самая дорогая улица Москвы с Dior тоже закрытым. В общем, ребята в козырном месте стоят, и мы там познакомились. Да, потому что я, как сказал, там контентом, рилсами, ютубом занимаюсь. Анита, она амбассадор этого бренда. Вот вопрос. Как ты сейчас выбираешь партнёров, с кем работать, где быть амбассадором, где быть партнёром? Как ты принимаешь решение? Ну, ты смотришь на людей, насколько это открытая коммуникация, насколько у вас совпадает ведение процессов, того, какие они могут быть, насколько происходит этот матч или не происходит. Вот и всё. И с Костей, и с создателем бренда, Костя Кытин, ну как-то сразу было понятно, что у этого всего может быть очень плодотворное сотрудничество. Вот, поэтому красота к красоте. Понял. А вот для других предпринимателей, которые тоже бы хотели себе классных амбассадоров с именем, с регалиями, что для тебя важно? Вот как сделать так, искренне передать свои намерения, чтобы почувствовалась вот эта магия и такие крутые люди согласились работать с бизнесом? Быть максимально честным и максимально прозрачным в своём запросе. Того, что ты от человека хочешь. Вот и всё. Ну, то есть, если ко мне человек, неважно, любая компания, индивидуальный предприниматель приходит и что-либо предлагает, ну, ты видишь, насколько это всё как бы clear или нет. Вот, и всё. Ну, это элементарно, вам должно быть комфортно вместе. Вот. Понял. Я не фанат работать с людьми, с которыми мне вот прям дискомфортно, и это вызывает какое-то у меня отторжение. Ну, а зачем мне на это тратить своё время? Угу. И последний вопрос перед Блицем. Анита, через 10-20 лет кем ты себя видишь? Какой статус, что ты делаешь? Счастливым человеком. Блиц уже начался, в принципе. Короткие ответы. Да. Теперь Блиц. У меня он в формате на канале, как у человека, имя которого нельзя назвать в интернете. Сейчас поправка. Счастливым, здоровым, обеспеченным, реализованным, красивым человеком. В ясном уме и трезвым рассудки. Понятно. Итак, Блиц. У меня он в формате, как у инагента, имя которого мы теперь не называем в интернете. Я задаю вопросы коротко. Гость отвечает желательно тоже коротко, но в целом не обязательно. Жги. Итак, яркая, запоминающаяся цитата, классная, которая первая всплывает в голове. Если твоё хочу не совпадает с твоим надо, значит, ты живёшь не свою жизнь. Это чья-то? Моя. Твоя, хорошо. Так. Одна-три классных книжки по бизнесу, не обязательно по бизнесу, которые как-то на тебя повлияли, аниверсально могут людям помочь зайти. Ричард Брэнсон, «Теряй невинность», Нэнси МакВильямс, «Понимание структуры личности в клиническом процессе». И, ну, это такая настольная книжка, «Крёстный отец». А ты шесть лет назад советовала Куприна Олеся. Ну, слушай, это разнообразие выбора. На тот момент, наверное, было так. А сейчас, как считаешь, что классно? Слушай, я сейчас читаю Юлиана Семёнова, «Барриллиант или диктатура русского пролетариата». Понял, ты как-то подросла за это время. Что-то на умном пошло. Так, и хороший фильм или сериал, чтобы кайфануть вечером после работы? Ну, один из моих любимых фильмов, наверное, могу посоветовать, «Бесславные ублюдки» Тарантино. О, а здесь она попала, спустя шесть лет тоже самое не было. Да, это вечно, это не меняется. Из сериалов. Ну, давайте так сейчас. Девушкам для эстетического удовольствия есть такой сериал, называется «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хьюлори. «Ла бомба». Окей, а вот ты, ну, очень любишь кинематограф, насколько я знаю, хорошо разбираешься. Я тоже гурман в этом плане. Смотрю редко, но метко. Давай ещё накинь, мне кажется, у тебя будут классные рекомендации. Билли Уайльдер, «Квартира», «Ким Кидук», «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Тарковский, разумеется. Вообще, что ли уж? «Солярис», «Сталкер». Что бы ещё выбрать, что бы ещё выбрать? Слушай, на самом деле у меня просто такое количество... Это вот как вопрос, который ставит тебя в ступор. То есть, типа, ты всё это знаешь, но вспомнить не можешь. Ну, вот, наверное, из того, что я сейчас перечислила, это вот такие фильмы, которые я бы прям сюда... Ну, «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Это прям... Вот. Что же ещё? Да, этому хватит. Да, я думаю, что пока достаточно. Так. Самые сильные, необычно известные контакты в твоей телефонной книге? То есть, прям, что неожиданно будет, что номер этого человека у тебя в телефоне. Без номера просто имя. Ну, по памяти нет каких-то там... Ты знаешь? Депутатов, миллиардеров. Ну, возможно, и есть, но пусть они останутся, как сказать... А кого ты можешь назвать из них, если есть из них? Я не знаю, кого назвать сегодня. Всё, окей, пропускаем. Какой-нибудь Гарлик, Харламов? Есть. Да. А вы писали вместе? Да. То есть сейчас можем гипотетически позвонить Гарлику? Ну, гипотетически, конечно, можем, да. Окей, мы не будем с вами Гарлику. Мы уважаем личные границы известных личностей. Мы уже закончили Блиц, но я вспомнил, что у меня есть вопрос к Аните, который хотел задать, но забыл. У тебя, вот мы сейчас проговорили полтора часа, у тебя очень классная поставленная речь, ты цепляешь и очень хорошо говоришь, хотя при этом ты, ну, не оперная певица, и ты танцевала, тебя учили в основном танцевать. Как так получилось? Ты много читала, вас этому учили вот в вашем университете. Ты знаешь, ну, да, мы разговариваем на том языке, на котором все молчат, но отчасти у нас есть актёрское мастерство, у нас есть посредством пластики ты должен выразить ту или иную эмоцию. Конечно, да, всему этому учат, но у меня просто был опыт взаимодействия. Я очень разговорчивая, скажем так. Вот, и у меня было опыт взаимодействия с актёрами, там, участие в пьесах, в разных постановках, кино, опять же, съёмки. То есть, ну, это навык, который нужен. Да, он нужен, в принципе, и в обычной жизни. Красиво говорить, красивая, спокойная, чистая русская речь — это отдельное удовольствие на самом деле. Всегда приятно слушать таких людей. Ну, наверное, как-то оно само собой произошло. Не хотелось э-мэ-бэ, вот это вот всё. Хотелось чистой, грамотной, поставленной, красивой речи. И специально над этим не работало, просто вот как-то оно так само. И мы уже заканчиваем, переходим к конкурсу и подаркам, с которыми договорились с Анитой. Условия классические для моего канала — это три мини-консультации. Условия простые, вы пишете коротко или развернуто какие-то свои мысли, выводы после подкаста, историю, связанную с этим в комментариях. Обязательно последней строчкой указывайте свой ник в Телеграме, то есть не номер телефона, чтобы вам звонили, а просто ник в Телеграме, чтобы мы с вами могли связаться. Мы через месяц после выхода подкаста выберем трех человек из вас, кто просто нам больше откликнется. Поэтому пишите от души главное. Выберем, свяжемся. Вы текстом напишите свои вопросы Аните, на которые вы бы хотели знать ответ. Она поделится своим опытом, что бы она делала на вашем месте, как бы это решила. И вы получите, соответственно, такие мини-консультации по 5-15 минут от Аниты условно. И мы вам их перешлем. И таких будет три счастливчика. Поэтому пишите комментарии и, пожалуйста, обязательно подпишитесь на канал. Я знаю, что вы смотрите YouTube, не подписавшись, но для меня это супер важно для продвижения. Пожалуйста, подпишитесь. И, Анита, это было великолепно. Спасибо огромное, что пришла. Спасибо тебе большое, что позвал. Я очень рада. Вот. И, наверное, до новых встреч.